Приветствую на этом канале, это Булат. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. В этом выпуске хочу поговорить не только про нападение акул, но и про халатность и злорадство. Почему такое происходит и будет происходить вновь. Жуткие кадры с курортного побережья Египта. Очевидцы засняли, как акула съела мужчину заживо. Судя по кадрам, местные налодки попытались помочь и достать его, но было уже, к сожалению, поздно. Все произошло неподалеку от самого популярного пляжа в городе Хургада. Это на пляже Дрим Бич. Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды. И сейчас в море никого не пускают. Плавники акул также видели на нескольких пляжах неподалеку. В то же время генконсульство Российской Федерации в Хургаде призвало соотечественников сохранять бдительность в воде. Исследовать запреты местных властей окупания и дайвинге. Временно закрыты все пляжи в городе. И также морская полиция Египта предупреждает граждан, что воде опасно. Что ж, совсем недавно я сам купался на всех пляжах, где были. И причем я жил недолгое время там. Так вот, на пляже рядом с городом Хургада района Сахал-Хашиш. Это объединенный пирс из двух отелей. Это отели Gravity и Tripitel. Там в прошлом году было нападение на гражданку Европы. Сейчас на этом пирсе соблюдены некоторые меры безопасности. А именно плавать в этом направлении, где плавала жертва нападения прошлого года, просто так уже нельзя. И плавать можно только в организованной группе. Не более 10-15 человек. И в строго определенное время. Это в 10 часов, в 13 и в 15 часов. Мне удалось также пообщаться со спасателем на пирсе, где было нападение акул в прошлом году. Многие из них реально не понимают, как определить акулу, как спасать людей и реагировать вообще на подобные инциденты. Был даже курьезный случай, когда вдали плавала стая рыб, а спасатели приняли их за дельфинов. И всем сообщили об этом. И собрались даже администраторы с ресепшена посмотреть на дельфинов, которых по сути не было там. Я считаю, это напрямую говорит об отсутствии профессионализма спасателей там на пляже, где действительно необходимы специалисты по недопущению таких ситуаций. И напомню, что годами ранее чиновники-специалисты из России несколько лет пытались и обучали сотрудников аэропорта Курганы безопасности перелетов. Ну и в тему злорадства некоторые начали радоваться смерти парней. Даже некоторые украинские политики призывают не поддаваться этому злому порыву. Египтяне же уже поймали акулу-убийцу, которая напала на 23-летнего Владимира Попова. Что же мы знаем о погибшем? Попов прилетел к Кургаду 1 июня вместе с отцом из Архангельской области. Они планировали переоформить документы на квартиру. Ее же они собирались переоформить на Владимира, а также отдохнуть. И 8 июня, пока отец парня отдыхал на берегу пляжа Дримбич, на Владимира напала тигровая акула. Все произошло стремительно. Акула растерзала его буквально за минуту возле берега. После этого случая власти распорядились закрыть все пляжи в Кургаде на 3 дня. Также по неподтвержденным данным, это, конечно же, была тигровая акула и была беременна. По версии египетских экспертов, присутствие акул на мелководье связано с сезоном спаривания. Он длится с середины апреля до конца июля. И это, кстати, одна из причин, почему я тогда уехал из Египта в апрель. Не хотелось попасть по бешеных обитателей Красного моря. Ведь случаи нападения обычно бывают именно в эти месяцы. И на сегодняшний день принятое решение о закрытии пляжей Кургаде напоминает прошлогоднее решение. И, следовательно, у меня пока нет никаких сомнений, что ситуация останется без изменений, как и, в принципе, в прошлом году. Также поделился своим мнением эксперт в области океанологии. Это ведущий научник-сотрудник в Институте океанологии имени Ширшева при Российской Академии Наук. Кандидат биологических наук Филипп Сапожников рассказал, как могла произойти трагедия в Кургаде, где погиб Владимир Попов. Вообще, Красное море является акулоопасным районом. На его выходе в более южной части океана, это в Армурском проливе, зимой акулы спят. А когда вода холодная, то они безопасны. Дайверы к ним опускаются, обнимаются, фотографируют. А так, когда приходит уже теплое лето, через Красное море идут скотовозные суда. Они перевозят коров, свиней, лошадей. Об этом рассказали. И свиньи, как более чувствительные животные к антисанитарной перевозке, начинают дохнуть на жаре. То есть, с апреля по июнь месяц. И их трупы просто выкидывают за борт. По словам Филиппа Сапожникова, торговые моряки часто выбрасывают туши мертвых животных. Хотя, таким образом, они нарушают международные конвенции. А акулы идут за этими кораблями и съедают практически все туши животных, которые выбрасывают люди. А когда начинается уже летний сезон, на море приезжает много туристов. В это же время активизируются местные жители, которые пытаются любыми способами заработать. Это и морские туры, и фишинг туры на яхтах, и дайвинг. Конечно, яхты уходят далеко от берега, потому что в Красном море происходит перелов рыбы. Все жилы, потроха и кровь они сливают прямо в воду. Акулы сворачивают с маршрута движения скотовозов и идут прямо на запах этих яхт. После того, как корабли с туристами возвращаются уже на берег, акулы плывут за ними. Так фишники думают, что смогут получить еду. Акулы просто продолжают идти за яхтами по кровавому следу. Хищник приплывает туда, где в начале сезона очень много людей. А повара в отелях изо всех стил стараются порадовать туристов разными изысками. Кровь стекает в канализацию, которая выходит в море. Акулы приплывают на запах. Предполагают, что и здесь есть чем нажиться, рассказал Филипп Сапожников. И как говорит океанолог, туристы, которые отплывают далеко от берега, зачастую ведут себя неправильно. Быстро плывут, размахивают руками или бьют по воде. Акулы на это реагируют и нападают. Если это бычья акула, то она укусит порос и уплывет в принципе. А вот если же это тигровая акула, то она пакует снизу, утаскивает под воду и рвет на части, доедая полностью. И такой хищник очень любит мутную воду, разные бухты, особенно куда выходит канализация, чтобы запах крови постоянно чувствовался. И спастись от такого опасного хищника возможно, но очень редко. Обычный турист не возит с собой приспособлений, которыми пользуются рыбаки. А когда акула идет прямо на вас, то защититься голыми руками невозможно. Есть специальные свистки для отпугивания акул, которые работают на уровне в ультразвуке. Но о них мало кто знает, ведь лучше даже едут на уютный курорт. Еще есть электрические шокеры, но они могут задеть и человека. Стрелять в акулу из подводного ружья бесполезно, в нее некуда стрелять, она устроена не как человек. Можно ударить сильным чем-то плоским прямо в кончик морды, чтобы изориентировать акулу. А вообще акулы нападают на туристов практически каждый год. В 2022 году сообщили о пяти случаях нападения на людей. Две женщины-туристки из Румынии и Австрии скончались, как вы помните. В результате власти Египта приняли решение закрыть пляжи и создали комиссию для выяснения причин трагедии. О том, насколько опасные акулы с детства, знает каждый из нас. Но вряд ли многие знают, что делать в случае, когда оказываешься лицом к лицу с ней, с акулой в воде. Вот, по сути, есть инструкция пошаговая, что делать. Это постарайтесь запомнить эти правила в воде. Во-первых, не паникуйте, не делайте резких движений руками и ногами. Во-вторых, не нужно пытаться притвориться мертвым. Это не поможет. Если акула готова наброситься, постарайтесь попасть ей в острую часть морды, глаза или ударить по жабрам. И третье, если нападение все-таки не избежать, сопротивляйтесь всеми возможными способами. Не пытайтесь спасаться бегством. Акула в своей стихии плавает куда быстрее человека. Она способна развивать в воде скорость до 19 км в час. Представьте себе, тогда как человек максимум 6,7 км в час. Преимущество будет явно не в пользу туриста. А вот вероятность нападения со спины и летания исхода практически стопроцентная. Впрочем, неприятные ситуации лучше избежать, чем потом искать выход. Это и не сложно. Если, допустим, вы любите заблевать недалеко от берега или увлекаетесь дайвингом, а плавник акулы может появиться в любой момент, примите меры еще на берегу. Причем в буквальном смысле. Купите браслет специальный, это отпугиватель для акул. Не плавайте в одиночку или после заката солнца. А вы знаете, что после заката выходят уже многие активные хищные существа. Не заходите в море, если у вас на теле есть раны или кровотечение. Держитесь подальше от рыбацких лодок, которых я сказал, что они могут выкидывать туши. И забудьте о купальниках с блестящими деталями или аксессуарах. Вот такие, в принципе, и сложные, и простые одновременные способы есть. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.